Митрополит Воронежский Лискинский Сергий возглавил богослужение в день престольного праздника Владимирского храма. Эта церковь была освящена архипастерем в 2015 году, когда совершалось празднование Тысячелетнего Крестителя Руси. Место, где стоит храм, знакомо всем воронежцам под названием Ротонда. Во время войны здесь находилось здание регистратуры больницы, которое служило в те дни госпиталем для раненых солдат. Во время одной из фашистских бомбежек здание уничтожили, погибло много людей. В 1999 году было решено строить рядом с трагическим местом церковь. Князь Владимир Святославович, которому посвящен храм, является одним из самых прославленных правителей Древней Руси. В день памяти святого князя глава Воронежской митрополии посетил Владимирский храм, чтобы возглавить торжественное богослужение в день престольного праздника. И собираясь в храм в день памяти святого родного князя Владимира, мы должны молиться ему, благодарить Бога за то, что Господь дал России такого мудрого человека, святого по жизни, отличного дипломата, очень хорошего хозяина земли российской, устроителя ее, который все наладил и дал нам самое главное в руки этой Евангелии. Будем молить Бога, чтобы Господь простил наши многие грехи, чтобы дал нам свет, чтобы видеть свет небесный. Крещение Руси не только изменило весь ход отечественной истории, но и предопределило ее развитие на много веков вперед. Святой равноапостольный князь Владимир еще при жизни получил в народе ласковое прозвище «Красное солнышко». Мы с вами должны быть благодарны Ему за то, что мы православные христиане. Это не просто пустой звук. Это целая вселенная, в которую мы вошли через святого князя Владимира. Все духовное, культурное, политическое, экономическое достояние того мира, в котором жил святой равноапостольный князь Владимир, через крещение, через принятие христианства мы восприяли. Завершилось молитвенное торжество всенародным пением величания святому равноапостольному князю Владимиру. Субтитры создавал DimaTorzok